Замена паспорта после замужества в МФЦ. Законодательство Российской Федерации допускает смену документации изменения фамилии каждого гражданина по его желанию. Это учтено в 114-й год из-за об акту гражданского состояния. Достаточно высказать желание о принятом решении и обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных услуг в своем районе города или другого населенного пункта. МФЦ начали работать в 2005 году. Эта государственная структура пользуется популярностью. Частым обращением в центры «Мои документы» граждан, вступивших в брак, становится в МФЦ замена паспорта после замужества. Какие основания для смены паспорта через МФЦ? В настоящий момент в центрах предоставляется возможность получения широкого спектра государственных услуг. В том числе здесь проводится замена документов после замужества. В МФЦ готовится как общероссийский, так и заграничный вариант. Выйдя замуж, женщина может обратиться с заявлением заменить фамилию. Основанием для замены паспортных данных становится свидетельство о заключении брака. В нем указывается, какая фамилия присваивается после регистрации новой семьи. В случае замены после регистрации брака, заявление в МФЦ для перенаправления паспортной стола подается в течение 10 дней после свадьбы. Замена документа после вступления в брак – способ замены. Изменение паспортных данных в отношении ФИО законодательно разрешено просто по инициативе обратившегося. Достаточно обратиться к специалисту и подготовить заявление на смену паспорта. В настоящий момент граждане страны могут подать заявление на замену паспорта РЕФ по следующим причинам – вступление в брак, расторжение семейного союза при наличии четких оснований по собственному желанию по заявлению гражданина, являющегося опекуном при признании подопечного и недееспособным. Полученные документы передаются в паспортный стол. Подать их потребуется сотрудникам центра. Далее, гражданину нужно только прийти на предоставление обновленного документа. Обратите внимание, график работы центров МЭИ-документы размещен на официальном сайте каждого подразделения. Документы, которые после смены фамилии нужно менять. Преимуществом существования таких структур становится концентрация под одной крышей всех подразделений, в которых нужно будет менять. Документы обладателю новой фамилии, в том числе ГИБДД, в котором придется изменить водительские ПАВА и ННСНИОС. Документы, подтверждающие право собственности, медицинский. Полис, свидетельство, подтверждающие факт постановки на учет в налоговых органах. Документы, подтверждающие получение образования. Многофункциональный центр дает возможность направить все материалы на замену в один день, в одном месте. Смена паспорта после замужества ВМФЦ требует полной смены всей документации. Если этого не сделать, потребуется постоянное подтверждение идентичности лица. Например, предоставляя свидетельство о браке. Документы, нуждающиеся в изменении, важно. Многофункциональный центр направляет полученные заявления в профильные ведомства. Каков размер госпошлины при смене фамилии и паспорта? ВМФЦ смена фамилии проводится после оплаты государственной пошлины. Такие изменения, в зависимости от региона причины, обойдутся гражданину в сумму от 1000 до 1600 рублей звездочка. Столько же стоит ВМФЦ смена паспорта после замужества. Квитанция передается при получении образца. Стоит только начать ее оплачивать в электронном терминале, как автоматической системой выставляется размер платежа. Изменение параметров зависит от многих факторов, в том числе региона. Реквизиты вводятся плательщикам. Замена фамилии ребенку. Так как граждане нашего государства при предоставлении обоснования имеют право на изменение персональных данных, можно и изменение. Фамилию несовершеннолетнего. Обратите внимание, такое право предоставляется родителям или опекунам. Например, после свадьбы матери, чтобы данные о матери и малыше были идентичны. Сменить в такой ситуации фамилию ребенку требуется для объединения семьи. Согласия супруга не требуется. Дополнительно нужно будет узнать, какие документы можно поменять в ВМФЦ дополнительно. Для выполнения процедуры потребуется учесть некоторые факторы, собственное решение об изменении гражданин страны может принимать. Только по достижению 18 лет, с 14 до 18 он может заявить о таком желании по собственному решению, до этого возраста потребуется получение. Согласие органов реки и попечительства при планировании сменить фамилию тому, кому уже исполнилось 10 лет, требуется подтвердить его личное согласие. Кроме необходимости учета возрастных нюансов, все остальные действия проводятся в стандартном порядке. Смена фамилии ребенку, срок замены. Лица, которых интересует, можно ли ВМФЦ поменять фамилию, подав заявление, стараются узнать, как долго продлится процесс смены данных. Гражданин имеет право подавать свои документы как в центре по месту официальной регистрации, так и в любом другом подразделении. В зависимости от выбора изменяется срок подготовки, в случае обращения в свое отделение паспорт будет готов уже через 10 рабочих дни при обращении в любой другой центр, за счет необходимости использования при перенаправлении информации системы межведомственного. Документы оборота продолжительностью увеличиваются до 30 обращений и в другом регионе продлевает срок до 3 месяцев. При направлении запроса заявитель оставляет свои контактные данные. Сотрудник ОГОНа сообщит о готовности материалов и проинформирует о числе и времени визита. Их можно изменить при необходимости, посетив ВМФЦ позже назначенной даты. Замена фамилии ВМФЦ Причина отказа смены фамилии Сегодня смена фамилии через МФЦ является простым процессом. Она проста в исполнении и занимает минимальное количество времени. Федеральный закон номер 114 предусматривает возможность изменения паспортных данных в отношении ФИО каждому российскому гражданину, которому уже исполнилось 14 лет. Правда, в нем оговаривается необходимость указания причины принятия подобного решения. Обратите внимание, они вносятся в заявление. Отказы от процедуры случаются достаточно редко. В случае, когда в качестве обоснований приводится справка о заключении брака, но изменения внесены при получении отказа заявителю, придется обратиться для разъяснений в ЗАГС. Задачей многофункционального центра становится прием заявлений в единой точке самостоятельного их перенаправления в организации, в ведении которых проведение самой процедуры по смене данных после свадьбы. Отказ может быть получен, когда при обращении к базе данных о регистрации актов гражданского состояния информация об изменениях в результате вступления в брак не подтвердилась. При возникновении проблем со сменой данных в документах гражданин может самостоятельно решить проблему, направив запросы в профильные ведомства. Альтернативой становится обращение к юристу. Звездочка цены актуальна на сентябрь 2018 года. Звездочка цены актуальна на сентябрь 2018 года.